всем большой привет сегодня распаковочка и опять благодаря моей подружке скажу честно выручает чуть-чуть по поводу контента так что заказала она заказала себе фрезер и попросила меня просто проверить рабочие у нас совсем не тяжелая задача сделать распаковку и проверить фрезер такой мы уже с вами смотрели этот фрезер был в украине сейчас такой же фрезер она заказала больше кружки мои сейчас посмотрим что там и как оказала на его за 100 злотых это на гривны примерно выходит на 700 гривен в доллары в общем посчитайте сами 100 злотых переведите в доллары так она упаковка 2 упаковка пупырка причем как обычно фрезер как вы уже видите это наил мастер который у меня прослужил недолго будем надеяться что у подруги мои прослужил довольно-таки хорошее время мне повезло с ручкой пошабашила кто не смотрел эти видео посмотрите там есть у меня обзорчик я не помню на каком на этом или на другом канале если что переходите переходите я оставлю ссылочку на второй канал там посмотрите так выпала заглушка вот с коробкой сразу говорю вот такая вот штучка это заглушка идет в ручку чтобы не потерять так открываем что там у нас 3 вот такой вот только у меня здесь клевер клавер написано не пойму мне написано nail master а здесь совсем другое написано только я вот не пойму он такой запыленный зачем вот этот уголок что это ладно это подставка для ручки это тоже подставка для ручки набор фрез причем скомбинировали совсем другой набор у меня был другой набор сейчас поговорим лучше он или хуже дальше сама ручка ручка один в один как и у меня только цвет у меня красный здесь какой-то и блочок принципе все что здесь должно быть мне не нравится то что он во первых пыли во вторых вот здесь какая-то царапинка что здесь у нас написано трэнди трэнди назвать модель и нпрс 65 ватт даже на польском этикетку приклеили включение выключение так кто не в курсе еще вот эта кнопочка у нас включение выключения здесь регулировка мощности идет сюда подключается ручка здесь переключается реверс форвард то есть это вращение фрезы либо по часовой стрелке либо против часовой стрелки так вот эти ушки наши ну вот опять же здесь такое царапина здесь нету надо позвонить узнать душно я набрала по моему набрала новый если не ошибаюсь или уши вот этот колпачок вставляется вот здесь вот так сбоку либо с одной стороны либо с другой стороны как вам удобно так вот эта подставка идет на стол вот это честно понятия не имею что это так дальше сзади что у нас есть кабель здесь подключается педаль здесь переключение между педалью педали и ручное управление управление с педальки наши да здесь нарисовано фут это нога управлять нажимаем здесь и так сейчас попробуем включить это главная задача сейчас это стану апельсиновую палочку и попробуем сделать себе что-нибудь в первую очередь мы подключаем сейчас мы поставим подставочку возьмем наш нашу ручку проверка вот ну первое что мне не нравится то вот такие вот покоцанные штучки вот эти вот что если он новый то для нового это недопустимо это значит где-то он либо тёрся либо стукнулся дальше вот этот штекер впереди мы подключаем это у нас ручка есть такое дело так дальше там проверяем чтобы было ручное управление вот оно есть такое дело все поможем с этой стороны чтобы было удобней дальше проверяем ручку почему она открыта мне интересно вообще-то должно не открыто надо было сильнее должна стоять здесь заглушка почему она просто так валялась мне это не нравится так дальше открываем смотрим наши фрезы и что мы тут первое это насадочка у нас такая для вот этих колпачков колпачки эти предназначены для педикюра то есть мы одеваем на вот эту насадку колпачок вставляем ручку фрезера и делаем себе педикюрчик разобрались с насадкой некоторые снимают гид-лак но это неправильно потому что эти насадки не предназначены для гид-лака они это наждачки такие они предназначены просто короче не предназначены для педикюра что у нас тут еще есть короче здесь есть у нас китайские фрезы вот эта фреза это кукурузка колпачок нужно снять синий можно не снимать но лучше снять это просто обозначение насколько грубо эта фреза это у нас кукуруза чтобы снимать гид-лак дальше следующее вот такая тоненькая фреза это тоненькая фреза чаще всего используют при наращивании чтобы выпилять все под ногтем что у нас там позатекала тоненькая такая ну и вот такие типа как керамические не керамические твердосплавные фрезы три штуки первое это пламя чтобы вычистить все под кутикулы вторая то чтобы спиливать кутикулы третья тоже чтобы спиливать и шлифануть вот это шарик какая насечка здесь непонятно так как здесь не указано и не написано абразив какой грубый мягкий непонятно мягкая она она или жесткая непонятно давайте я сейчас достану апельсиновую палочку и мы с вами попробуем использовать вот эту фрезу пламя и на одном пальчике чистить под кутикулой сразу сейчас поставить беру ручку против часовой стрелки поворачивая вот эту вот штуку вытаскиваю защитную фрезу пока убираю в сторонку вставляю фрезу пламя до упора и против часовой тогда мы по часовой крутили прочих против часовой закрываю вот у нас здесь закрылась и дальше мы включим ресетку и будем пробовать работать ли этот аппарат но пока я полезла достала апельсиновой палочкой сейчас на одном пальчике мы попробуем что-то сделать так потихоньку апельсиновой палочкой перед тем как работать фрезой пламя отодвигаю и немного так приподнимаю кутикулу свечивает солнце не видно мне видно вам что-то или не видно так есть переноска у нас длинная все хорошо и пробуем включить так сразу включаем эту кнопочку и добавляем мощности сейчас попробую вот здесь переключить на реверс вроде как все нормально но у меня смущает пыль и у меня такое впечатление что этот аппарат вот здесь пыли много он был уж не но мне надо точно точно уточнить я не уверена на сто процентов что она брала новый посмотрим а до аппарат был не новый сто пудов я вижу здесь не чистая фреза уже в пыли аппарат бушный сто процентов поэтому я не буду испытывать это пламя давайте испытаем шар посмотрим какая не использовалась фреза потому что до чистки без чистки я не хочу использовать пламя после кого-то можем попробовать например шлифануть боковые валики да вот такие вот загрубивший как у меня ну скажу как неплохо для для дома для себя можно брать этот аппарат и можно использовать потому что стронг марафон стоит дорого но если вы располагаете финансами берите стронг берите марафон не пожалеете на сто процентов вам это говорю так ну вот в принципе аппарат работает посмотрим сколько он ее продержится как-то так все и хочу использовать попробовать еще вот эту маленькую не знаю синяя грубая реально ли вообще этой насадкой что-то сделать под кутикулы сейчас будет шок эксперимент чтобы дабы не поранится потому как я это делаю первый раз сделаю очень маленькую скорость чтобы не было просто тонет чтобы не было очень быстро потихонечку попробую я вам скажу если взять красную насечку красную насечку то реально выпилить терегий посмотрите как хорошо отлетает терегий но только красная синяя не советую потому что можем можем пропилить ноготочек и я сделала обратите внимание вот посмотрите вот начало скорости до совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть мощности добавила я всегда делаю так когда делаю первый раз когда ты не знаешь что за фреза что за аппарат постепенно постепенно по чуть-чуть добавляю мощности обрабатывая одну сторону понятно что что под кутикулы я хорошо не подлезу потому что достаточно такие толстая фреза ну вот сбоку чуть-чуть переги почистить мне удалось дальше можно переключить вращение фрезы и обработать другую сторону всегда пилим на сопротивление то есть фреза у нас крутится против часовой стрелки по часовой стрелке да и мы на себя тащим нашу ручку нашу фрезу чтобы снять покрытие если она будет крутиться против часовой стрелки мы будем тащить вниз эту фрезу она будет просто бежать и цепляться ударяться здесь за краюшек ноготка я уверена на тысячу процентов очень многие сталкивались с этим себяшки которые купили аппарат и еще не знали как что куда вы также на блоке у нас указана стрелочка куда у нас крутится наша фреза реверс это крутится против часовой стрелки форвард у нас крутится по часовой стрелке то есть мы работаем при снятии на форварде получается крутится по часовой стрелке а мы работаем тащим вниз если обзор вам понравился пишите комментарии обязательно ставьте лайк вот такой еще аппарат я еще узнаю бушный либо новый потому что мне вот эти затертости использованная уже фреза не понравилось а так в принципе вроде бы все с ним окей хорошо и работает не знаю насколько ему хватит посмотрим выключаем кнопочку достаем фрезу кидаем ее ультразвуковую мойку и т.д. и т.п. моем дезинфицируем моем с раствором с жидкостью сушим и она будет готова на следующий раз сейчас защитную фрезу вставляем закрываем и вот таком состоянии оставляем наш аппарат все вот такой обзор получился кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал кто еще не успел подписаться нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео получите уведомление когда будет выходить новое видео на этом у меня сегодня все всем пока пока до новых встреч